Неподалеку от остановки школы номер 56 дорогу не поделили две автолюбительницы. Да, мы двигались в одном направлении, в сторону центра города. Первой ехала хабаровчанка Нарино Сандера. Девушка уверяла, что ее вины в аварии нет совершенно. Маневр она еще даже не начинала осуществлять, но заранее включила указатель поворота, чтобы предупредить окружающих о том, что он планируется. Я не знаю, что она хотела, потому что я ехала по одной поросе прямо. И получается, слева оказалась у меня девушка, и мы врубились. Я включила левый поворотник, чтобы когда поднимусь наверх, повернуть назад. Развернуться. Да, но не здесь, а когда повернуться наверх. А девушка, наверное, подумала, что я собираюсь сейчас повернуть или что. Повреждения иномарок говорят в пользу другой автолюбительницы, которая ехала за рулем Сузуки Свифт. Объяснить произошедшее взялся ее супруг. Его в момент удара в машине не было. Ситуацию ему обрисовала раздосадованная жена. По ее словам, оппонентка Нарино все-таки начала разворачиваться в неположенном месте и при этом протаранила ее машину. Она ехала впереди, сжалась вправо, вот точно накат. И все, включила поворотник. Ну и жена ехала. Получается, они вот сравнялись, может быть, капотами. Все, начало у него все удары. Хозяйка Сузуки смогла доказать свою невиновность с помощью видеорегистратора. На записи хорошо видно, что автолюбительница Нарино начинает разворачиваться в опасной близости от нагоняющей ее машины. Это заканчивается столкновением и вояжем на противоположную обочину. Пострадавших в этой аварии нет. С места происшествия Валентин Борозняк, Евгения Куликова и Павел Рыгатин. Продолжение следует...